Сегодня у нас 6 июля 2018 года. Сегодня у нас пятница, шестое. А завтра в субботу из Барнавола должны приехать Сергей с кем-то и загуляем его. Там еще Виталий Калиников приедет. Не знаю, когда он все. Он в субботу сказал. Это Андрей. Помогайте. Нестор, быстрей, помогай. Нестор, подъезжайте. Нестор, быстрей. Может помочь нам? Пакет хотя бы возьмем. С миром! Все, проходите. Во славу Божью. Спасибо Христу. Все нормально? Слава Христу. Проходите. Ждем за завтрак. Так вот, пищи-то. Пищи, пищи. Стащите. Пойдемте, они занесут. Проходим. Давайте. Молодцы. Большую работу делаете. Но слава Богу. Слава Христу. Мы сейчас только тут будем. Господь все усмотрит. Мы о вас говорили. Будем молиться, чтобы Господь сохранил вас. Руку народу. Вас здесь где-то оставьте, а потом туда унесете. Мужчина в другом доме у нас. Заходим. Первое, что у нас будет, это молитва и завтрак. Предмерники открывают. Мир дома всему. С миром принимаем. Проходи вперед. Привыкает, говорит, к маме. К маму вспоминать. Мама где? Дома. Привыкает еще, говорит. Мама. Это вообще хорошее состояние. Когда у них мама. Да, 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 да. Мы приветствуем к одесскому. Когда человек молится со слезами, это очень близко Богу. Где Володец? Володец. Интересно. Где он там? Володец. 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 Тимоша, послушайте еще раз скажу. У нас вернулись из храма и говорят, что двое ребятишек плакали. Я спрашиваю, что плакали? Мама вспомнился. А я знаю ребенка, он насторожает. Я говорю, это хорошо, что вы плакали. По-настоящему молились. А у нас пирожки делали, семечки накрученные слезом. Семечки подсолнечные. Ну и по пирожку. А основное на воскресенье. И завтра кто будет молиться со слезами, все получите тоже пирожки. Я, 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 все там наутро пришли, кто плакал, не того. Я говорю, старался, надувался, ничего не получается. У него искренняя, серьезная... Он еще, может быть, не выспался. Вот пообедают когда-нибудь, но в обед дают их отдых. Особенно в богослужении. Все это богослужение, чтобы выставить. А во время богослужения, занятия еще. Там идет ответное чтение, выведут. Они родные, братья? Нет, нет. Это, это, ну вот мама, а вот, нет, они не родные. Мама кого? Мама кого? Мама и угрозы. А ты угрозы. Точно так. И угрозы вообще эти. Да, я просто, можно, да, и... Прямо, чтобы он забыл. Горя свое. Привезли их, извлекали. Это очень хорошо. Мы приучаем детей не к тому, чтобы они дом забыли, а наоборот, помнили. И накопили впечатления. Таким, семь лет, что там спрашивают? Просто по-другому раз тоска найдет. Это нас в Роспотребнадзор выдают шалаши сюда. Мы сейчас, как и говорили, что еще надпись есть. Если надо, можем дать. Следим за всем, смотрим. Завтра, вот я тут, сейчас подготавливаю материал. Завтра, где-то, где-то у нас. А, это наоборот еще. Отпишем. Сегодня, Володя, никуда. Только утром, вот эти, когда его дрова расчистить, а то убрать надо. Вылазь вместе с собой большую точку. А я такой. А где нож? А? Нож большой. Где здесь? Я могу подкрывать вот там. На веранде. На веранде здесь. 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 Чтобы дети шли, совершенно ровная дорога была. Можно лопаты, но там только кирпича, там очень просто оружие швет. И мы будем, я возьму мешок, на нем буду ползти. А там кто-то будет укладывать. Ты, Володя, там, наверное, будешь. Укладывать. А мне выше, ты выше рост, и там заменешь. Я тоже высокий. А? Я тоже высокий. А? Я тоже высокий говорю. Да? Полежите, отдохнете. А то наш устав такой. А уже после обеда он совершенно полуценный. Чтобы было. Ну, если полустало, то да. Дорога нормальная была? Дорога нормальная. А потом, чтобы не проспать, не спал, не знаю, со сколькими словами. В дороге нормальная, слава богу. Первый день, когда вот сел на вокзале, в эту ночь не спал. У нас там жара сейчас стоит в Казани. Да, тут тоже жара была. Тридцать с лишним. Тридцать с лишним. Ту из-за жары, ту из-за жары. У нас там есть forty people. Сейчас сестры внутри episode. ДЯlara привозу, посередине последнюю сидела. Да, это легло. Так, ты пока на дорожке, не, мешаете туда дядя и старой. Старай, еще… Отпрятку, ударить за высокие ящики. Да, весь вот так. Видишь, как чел'м сделают. А мышка будет пролезть вот так. Я говорю, едут туда, дальше с Garcia's Unleum сейчас есть еще там. Казать кастр oversizedНrasio О, четыынлетнего зова. Ну, всё то же самое, то что мы смотрим по интернету, пруды ваши, дорогие, по телевизору надо ехать, надо было сейчас туда ехать, где там далёхое лесо объезжать, а сейчас на прямую идут, а вот где сейчас ехали по дороге, здесь в Калеево такие вот были, тут проезда не было в деревне, а сейчас уже и забыли как, это всё мы делали, деревенские здесь никакого участия не принимали, они занимаются своим делом, кто-то начал там гуру, гуру, а тут выступает один Степаненко и говорит, где вы нашли такого гуру, который миллион зарыл в землю с двумя блаженными, говорит, ну Володя да Никита, Это мы все выставляем, почему, ничего не скрыто, а что нам, отсчитываем как деньги, прудозили, кто сейчас приехал, пруды почистить, не сошлись ценой, невозможно, огромная цена, у нас таких денег не достать, ничего нет, но пока так, уровень воды подняли, там в 2-3 раза больше стало по объёму, Я говорю, в связи с повышением цен на бензин, наверное, он цен в том, который зарылся, нет? Нет, нет, это другое, он туда вкладывает и взнос, и такое другое, почти в 5 раз дороже бульдозера, это не годится, никуда. Бульдозериста мы договаривались, вот он включил сейчас, как-то с места стронулся, в это время он до объекта добирается, я это всё включаю, полторы тысячи за каждый час. Поработал сколько, я там полторы, 150 тысяч отдал, всё сделали мы, а что прорвало, весной мы опять занимали, пока мы дошли, сейчас видите, вода течёт, как горная река, и прошли, а тут прорва была, никак, а которые, там, озеро было, там, два, два прорыва, вот такой ширины, как до стены, даже больше, маленькая, и глубина, там, метров пять, там, никак, а сейчас подняли, развелось, там, вообще сейчас и рыбу можно заводить, там, тогда было 3,5, наверное, 2,70, да? 2,70. А теперь около 4 метров, так что, такое дело. Подписано на ваш канал, и ноги смотрят из себя. Ну да, но на него нападает, ну, нападает, значит, в одном месте, я был у хозяйки одной, а она родная сестра Виктора Николаевича Савченко, который поёт, это всё, он во Франции сейчас, и она у внука, там, дойдёт, что он совершенно не послушает, там, убегает, и я его, приучал, чтобы оба слушался-то, и она жаловались, и сходится с тем правилом, которое в Ютубе, и мне вынесли, там, какое-то слово сказали, а вчера я позволила, чтобы она приехала, что она меня просила, и я сделала по её просьбе, тогда вопрос меняется. Я не просто к ребёнку там пристал, а я... У них там оговорённо. Теперь осталось только, кто разбирается, как это послать. Она приедет, мы запишем ролик, она паспорт возьмёт, чтобы видно было, что она, я со своим паспортом. Мы попытаемся, чтобы обвинение это сняли. У меня было такое. Один из наших запил, мы встречались на дому, и... А кто-то за него решил там наступить. А, вот и записали, теперь вот он на работе, там, щитивые, всё. И он говорит, я не писал ничего. Теперь паспорт вот держит по руке, мы записали. Я желаю, чтобы люди знали, как я из этого выходил, и как опасно их. И поставлю сейчас обвинение с ними. Уже два раза у нас обвинения было. Ложе. И все это убрали. А у них очень строгие правила. Это с Украины. Здесь ещё готовилась, это Наталья Усатая из Германии. Мы сколько говорили, ищите там, далёко очень. А муж сирийский. Вы там противодействуете. Мне кажется, беременную, ещё твёртым ребёнком. Она осталась и нашла священника такого, да. Она же в этом году полном хотела приехать. Ну, она там, да. Она же в Молдаве жила, она и по-арабски там разбирается. Но вышла замуж и вот такой терпел. Так она не приедет? Нет, не приедет. Никак. Никак. Беременную, что-то они нашли священника, который священник преподаст. Ну, всё надо. Которые у нас были с Петрозаводска. А они поехали. Я говорю, вы ищите там, где. Всё-таки распространяется. Они поехали на Афон. А на Афоне, вот это мочение, консерты за деньги. Они ни во что ставят. И тогда мы все настаём выше, там, где Ивейское море такое. Мы приняли священие. И готовились. Все благодаря Богу. Пускать надо. Ну, поэтому нам-то желательно, чтобы приехали туда и посвящались, побыли. Ну, вот, я говорю, какую вы работу делаете, трудитесь для Бога? Если бы не вы, я бы, лично я бы и не знал, что Церковь Божия должна быть именно такой, а не другой. Ну, вы сравнивая это, можете где-то говорить, показать книги. Какие вам книги нужны, тут у меня посмотрите. Вы ещё не выписывали книги-то? Нет. Нет? Нет, посмотрите. Я имею возможность это сделать. Вы знаете, как, если я вчера говорил о фильме Синахентий Сибиряков в старское время, и он говорит, я неимоверно богатый, золотые прилипки, и он всем с тем помогал. С утра пораньше у него полный этап, где внизу приходят люди на караметаже, и он узнаёт, что надо. Институт построил, отрабочим там такие дома, которые работают. То есть он делал это, а золото это пребывало. И наконец он решил уйти монашеству. Огромные корпуса на коне построил. Вот такое дело. Я необыкновенно разбогател, я это отношу к себе. Вот в первых книгах я должен много денег брать, чтобы вторых не вывязать. А потом вдруг появились люди, банкиры, и стали помогать. И вот издал я 38 книг в бумажном варианте. И теперь я говорю, я неимоверно разбогател. То есть не гиганты, а все издали. И теперь здесь где я. Мы проехали здание Востока, до Лиссабона. Да. От Тихо до Атлантического океана. Это путешествие христианерское. Притом 600 городов посетить, дарить везде. Мы подарили в общей сложности, посчитали наши деньги примерно 35 миллионов рублей. А у меня минимальная пенсия, а у меня еще нет. Почему Господь? Поэтому мы доверились Богу. Как ночевали, где были, какие препятствия. Все это мы зафиксировали и показали. Совершить это своими силами невозможно. Это благодать Божия. Как мы с мусульманами встречались, как беседовали. В доме мулы ночевали там. Видели надо, да? То есть к нам относились везде очень хорошо, благосклонно в Чечне. А в Чечне это народ воинственный. Они не расположены там христианам. И говорили, не ездите. Там только головы режут. Но вам-то все равно, вы ищете мужчинищество себе. А этих-то зачем везете? Получилось не так. Где мы с ними встречались, они нас встречали как родных. Я в мечетью молился с поклонами. Кланялся. И как там приняли? Я когда встал, они до этого сидели возле стен. Эти, может там говорится, ваххабиты со своей. А тут, я когда поклонился, и так стоял головой вниз. Встал, они кольца три вокруг меня стоят. И какая была беседа прекрасная. Это Бог делает. Человеку это нельзя сделать. Ну, я могу поклониться. Ну, а дальше сердца-то людей это уехали. Они очень благосклонно помогали. Дорогой, где бывает, с пути собьемся. Прямо на машине едет впереди показывает. И где, если мы молились, рядом мусульмане молятся. Они нас в обиду никогда не дадут. Они понимают, это православные. Они молятся, как мы молимся. Ну, похоже, чем... Да, похоже, да. Милиция подходит, а вы не ваххабиты. А наши девочки-то смотрят, когда они покрыты, как церковь-то. А это что, наши мусульманки? Это, мы говорим, посмотри, вот Боже Материну. На мне живут. Какие жертвы. Самое главное, что... Вот так. Это привезли наши сестры. Так, что там? Все. Давайте за стол-то. Приглашайте. Можно звонить? Завтра мы ждем еще раз, если человек. порядка 10. Боже, милость, будь негрешным. Создав имя Господи, помилуй меня. Вячеслав согрешил Господи, прости меня грешного, помилуй. За молитвы святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Боже, счастье на Тя, Господи, уповай Тебе, дайшим пищу во благовремя, отверждающих и щедру, кто исполняет всякое животное благоволение. Слава, Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. И освяти дары, послаивая Тобой словом истины и молитвы. Тебе, Боже, слава, хвала за всеотечественный Святой Дух. Аминь. Садимся за стол. Вас поменчите, если сердце не положено, поднимем на раз. Давайте рядом со мной садимся. 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 Я ей даю Давайте руки пускай Тоже у нас березовый сок Он кисленький, маленький Но потом еще, вот так, давайте, старт Березовый сок, знаете, что такое? Тогда это вам Это вам, оставить не надо Так, будет Так, еще кружку дайте Не смотрите, что он с кисленькой Это очень хорошо, полезно Для аппетита Так, кому? Кому Так, хватит Да, нет Да, вот так, так Победение не меряется Победение В знак того, что Господь был раз А в этом деле Все Вышайте, вы видите Наши порядки простые На самом месте конеца Вы видите Т моей И按 Горячий Расскажите о себе, кто вы возраст и откуда меня зовут, Почему вы оказались у нас здесь? Меня зовут Сергей Гасов, я из Казани. Оказался я по той причине, что я не веровал во Христа, видел в ютубе, значит, ваше видео, где вы с Александром Калининым, по-моему, разговаривали. И тут меня просто, если брать других проповедников, я просто удивился, как так человек говорит совсем про другое. Обычно говорят, что Бог прощает, Бог всё милует, как протестантам говорится, да. А тут вы его, по житям святым, наверное, это видео уже так маленько помню. Ну, я не знаю, что за дело, но после этого я начал часто смотреть вас, виду на вашем форме, на вашем канале. А ваши поездки-то родные знают, что поехали? Знают. И как мама? Мать вроде успокоилась, но в прошлом году она прям, ты куда едешь, зачем это тебе надо? Побоялась, думал, что там-то, наверное. Слеза. Должен в прошлом году ещё проехать. И так получилось, что я не смог, но получилось. Но в этом году вроде они полегче. Помягче уже? Помягче уже? Нет. Нет. Ей жена в дорогу мне проникла, а до этого не почем тебе не надо. Ты в секту едешь. Я говорю, да какая секта? Вот смотри, православие. Православные все, церковь, вот бачка. Вроде да, успокоилась. Но всё равно какой-то это. Но уже лучше. Я вам замысел относительно вас какой-то. Когда принимают крещение люди, у которых не христианские имена, по-вашему как переводится ваше имя? Вождь. А? Вождь. Вождь? Да. А как же это у нас? У нас это Василий, видимо, царь. Василийск. Василий, можно сказать. Может ещё какое-то я упустил. Вот. И во вкрещении этим именем крестить не будут. Это как армитянское имя. Потому что называют Карина, Тракторина, Кеврина, Снежана. То есть выдумки. А как установила церковь. Но вот есть один момент, который я задаю вопрос, выражая несогласие. Почему в списках святых нет самого святого человека? Я ответ знаю. Я очень внимательно исследовал жизнь многих людей. У многих. И скажу, что не только в Ветхом, в Новом Завете. В Новом Завете уже ясно закон был. А то в Ветхозавете, как Исаия, он говорит о Христе. И изъязвлен за грехи наш, умер. То-то это в Ветхозавете евангелист его называет. И вот какого ни возьми святого, за ним обязательно что-то числится такое нехристианское. Идет сам за себя и что-то там где-то. И при том страшные грехи. Бог простил. Но биография уже не цельная получается. Возьми Моисей, ревелитель. И увидел, что фараонов там какой-то насмотрщик обижает. Он подошел его и одним ударом его завалил. И песок завалил. Вот так надо с врагами обращаться. Еще вы на них молитесь-то. К коммунистам туда дорога. И кто-то доложил. И ему пришлось бежать. Вот есть фильм маленький, такой, как мультип. Новый такой. Не то, что раньше там дернулось. Нормальный. Но это мультипильм. Телефон. Принц Египта. Что называется. Говори. Верхний тоже. Говори. Сестра. Говорите мне еще. Верхний тоже. Северный тоже. Северный тоже. Ну и что получается. Он убил человека. Без туда и следствия. И вот так. В фильме показано, что его догоняет Рамзес. Они друзья. Дочери фараона вместе воспитывались. И он говорит. Я убил человека. Убил. Я фараон. Звезда утренняя и вечерняя. Я скажу нет. А если кто скажет. Убил ему смерть. И все будут говорить. Не убил, не убил, не убил. Закон. Он говорит. Я убил. Не, не убил. Я скажу. Я фараон. Звезда утренняя и вечерняя. Все. И он как бежит дальше. А потом мы считаем. Оттели его. Когда он умирал. Спорили. Архангел Михаил с дьяволом. Это послание апостола Иуды. Говорится. Причины две. Первая. Он тайно хавнится. И присутствует Танкин. Это честь великая. Когда сам правитель страны. Присутствует. Прихо. Похороны. Явно, что он друг ему. Здесь у нас погиб. Губернатор был такой. И говорят, что они были близки с президентом. Вы знаете, кто погиб здесь? Как его звать? Михаил Сергеевич Великар. Ну. Сатирик. Сатирик он был. Да, да. Как его фамилия? Юрий Кимов. 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 Совершенно правильно. И вот здесь, что он убийца. И его хоронит ангел тут рядом. Не должно быть. То есть спорил. А другое так, что он хотел его выстоять как святого. И чтобы мощям его поклонялись как православные. Он сказал мне, будет тайно, никто не будет знать. А сам дьявол, он может день и ночь дергаться, но ему никому не может показать. ему дано. Вредить, но сказать не дано. Он не может сказать. Где Моисеев? Сегодня мы открыли уже сколько лет-то. Археологи ходят. Сатана рядом стоит. Сказать он еще не может никак. Подбрасывать разные черепки, по ним определять и годать. Он не может, ему не дано. Не дано. Он делает только то дьявол, до чего допустил его Господь. Берем Давида. Десять жен, к примеру, сказать, на крыше прогуливается. Увидал в соседнем дворе там купается женщина. Ясно, что никаких грузгалтеров тогда не было. Она вся как на картинке. И увидал, что он там увидал. Все одно и то же. Нет, приведите ко мне. Привели. Ну, познакомился, водили ее. Нет. С ней в теплее в постели. Ну, дальше грех скрыли. Она приходит, грех не скрыли. Живот растет. Его видно уже. Теперь, чтобы мужа с пронта, и чтобы напоить, он дома ночевал, а потом родился от него. А он не идет, патриот. Его спорили буквально. А он у царских дверей там уснул. Как-то вся страна воюет. Великая отечественная. Тут Гитлер напал. А я пойду с женой любовать все. Никогда. И он тогда дает письмо, чтобы поставили на опасный участок. И когда он кинется в атаку, а он полковник в охране, его как дикая дивизия была, отступить от него, на ней останется, его уйдут. И так и случилось. А дальше история известна. То есть Соломон, тот вообще распродался. Уничтожил всех противников. А дальше-то жизнь идет совсем не так. Каждая жена ставит условия. Ляжешь спать, пока построишь мне хамасу, капище, а другая арпису. И он наполнил Иерусалим мерзостью. Ну вот таких я перечисляю просто. Но в Библии есть один человек, выше которого нету. Притом Моисей канонизирован, Давыд канонизирован. Давыда у нас полно называют там. Соломон не канонизирован, но встречается. И вот один человек есть в Библии. Равный, которым нет. Это я сам исследовал. Но в первую очередь, он делает великое дело. Собирает книги ветхого залета. Пол Библии он собрал. Кабаниона, и бы не было книг. Пророков, разыски, у кого на руках, знакомых, всех. Это не все. Они в плену. И он добивается вывести народ из плена. Весь народ из плена. В гулак лопнул. Переселение закончилось. Идем домой. Но не вдвоем с Ниемией. Но это не все. У него три книги, его именем названы в Библии святой. Но это не все. Он отстраивает Иерусалим. Это не все. Он поддерживает близкие связи. А он штец и одновременно священник. С близкие связи с пленившим его императором. Ему там помощь дают. Отпускают питание. Все. И он врагов, которые рядом мешают, всех смиряет. И его деканализируют. И при том, за ним ни одного проступка нет. Никакого. Он как будто в Новом Завете живет. И самое важное было. Они видели, что женятся на иноземках. И потом наполовину говорят так, наполовину так. И устроили развод по всей стране. Одним махом. И при том было до того, что крутой, что я их бил, волосы им рвал. Князей бил. А раз не понимают. И они жен своих отпустили. Пошли жены домой караваном. Я представляю, когда уходили в другую страну. Ну, жены-то язычницы. Хорошие жены. Плохих-то еще убрали они. Это не наши там институты кончают. Институт кончает. Ей уже половина сыны нет. Она уже научилась зубариться. Она будет трещать, лезть никуда не надо. Что получается? Так. Она может обращаться. Тятя там, папа. Я ухожу. Ну, что дочке сделаешь? Выше заявляй, иди. Детей сколько? У вас пятеро. И вдруг он выйдет. Ему говорят, дочь ваша возвращается. Как возвращается? Прогнал муж ее. Вот дала ей снабжение. Заплатила элементы на 10 лет вперед, может быть. Я предполагаю так. В чем дело? Говорит, я не еврейка. Тогда женился, знал, что не еврейка-то. А дети-то наполовину. И сказал, половинных детей не надо. Теперь они женятся на своих, так и шевы. Полнокровки. Вот это да. И они устроили этот развод. Это трудно было. В этом замешаны были князья народов. Он все переломил. Это очень цельная была пигура. Как его звать? Ездра. Ездра. Я к чему подговариваюсь? Я уже батюшке говорил. Вот у нас крестец, а он Едрих. Фаст. Он берет имя, похоже, Геннадий. Вот у нас один крестец, это Эдуард. А нет такого. Он сам избирает. Эдуард у нас на букву это и нет никого. Он берет Севастьян. Наш брат Севастьян. И я подумал. Вот тут некоторые буквы встречаются у вас. Сердар. Ездра. По звучанию что-то где-то рядом. Попросить батюшку, чтобы несмотря ни на что, дал вам это имя. Великого и дивного пророка. Собирателя в Библии. Достойный ли я ее? А? Достойный ли я ее? Но Бог не по достоинству смотрит. По желанию. Мы не достойны. У меня тоже святой Игнатий был этот. Ростовский чудотворец. В Ростове был, вообще не нашел. Никто не знает где. Вот. Я с батюшкой сегодня буду говорить. Пойдет он или нет. Ну, чтобы он спрашивает, какой имя. Обязательно вам имя менять будут. Вот. Ездра. У меня такое большое желание. Чтобы Ездра был. Вызов бросить всему монашеству. Ну, батюшки они ничего не сделают. А тебя что говорит? Я Ездра и все. И на этом конец. Я буду во всем ему подражать. Любить Библию. На работе у меня, значит, Александр. И он мне спрашивает. Ну, они русские, крещеные. Ты какое, говорит, имя будешь брать? Да я говорю, не знаю. Куда тут, наверное. Ну, конечно, не Владимир, не Александр, там, не Михаил. Владимир. На маленькой деревне у нас три Владимира, там, ну, куда годится это. Марья, кажется, четыре. А коров держали шесть, из них пять зорьки. Как это в фильме показывает, как она называется, королёк, птичка, певчий. Турецкий фильм. Она учительница. Как тебя звать? Айша. Айша. Она пять-шесть спросила. Все Айша. Ну, это у них там, у них, как называют, пророка, там были жёны, там, двенадцатилетние. Айша, Айша, Айша. Вот мужских имён 750 я занимался этой темой. И старался на память знать переводы всех имён. И когда в школах говорил, ребятишки-то там не понимают. А тут каждый, а как я, а как меня там, там, Борько, а как его, ну, то есть имя как. Ну, русских-то имён не больше пяти. Вот Владимир, Владей миром, это так. Вот есть такие, что там, ещё скандинавских народов, там, происхождение имени, откуда оно, как оно звучало раньше. Это целая работа идёт. Я с батюшкой хочу поговорить, вы не против? Поговорите. Так что благослови меня на это. Батюшка, Господь, чтобы коснулся. А я знаю, почему он. А почему монахи его не канонизировали? Думаю, потому и не любовь в Библии. Они и не знают. Я говорю, вы знаете, вот, был такой человек, который жил в пустыне, и у него был лев. Пальки не закрыл. Зачем его закрываешь? Был такой человек, я начинаю объяснять. И вот, так-то, так-то было. И подошёл лев, у него лапа распухла, там, занозу, он вытащил. И лев никуда не пошёл, остался. И он его кормил. И он ему помогал, воду на него возил, как на быте. Интересно. И человека канонизировали. А лев-то один у него, прирущённый был, леем. И он, главное, что лев, это, когда случилась неприятность, он умер, этот Герасим. Лев поднялся на задние лапы и об землю так ударился, что умер. А одного самоубийцу воспитал. И он канонизирован. И в монастыре никого нет, один человек. А Герасим Петрович Павский, Герасим, переводит, это лучший переводчик за всю историю был. Он переводит нам Цалпирь, Евангелие от Матвей, другие книги, его и канонизируют. И он не просто так, воспитатель царских детей, профессор духовной семинарии и академии. Какие у него знания были. Для еврейской школы он писал книги, для школы. Это значит, он и грамматику, и он всё знал абсолютно. И его никогда не сделают. А этого Герасима, который ничего не делал, в пустыне был, от этого целая плеяда выходили и профессорок, и другие. И мало того, он перевёл, говорят, ветхий завет для студентов духовной академии для лучшего понимания. Студентам академии для лучшего разумения. Они не понимают, что спрашивают семинаристов или бабушек. И студенты налитографировали 500 экземпляров. Такая кисель делается там, ну раньше была эра. Эра называлась машина. Они снимали копии. Стало расследование, и учить не засудили. Царь не может его отбить. Митрополиты все поднялись на него. И из царских этих воспитателей изгнали, и из профессоров сняли. И потом кое-кое как где-то восстановили. Профессор и тоже Герасим. Тот Герасим. Я делаю такие сравнения, которые никто не делал. Почему я знаю жить? И я от Бога дал мне знания. И здесь. Я задаю вопрос, почему против священники Нового Завета были? Почему против перевода? Я искал этот ответ около 30 лет. И наконец нашел. Лоткнулся на одного филарета амфитеатрова. И он пришел к царю и говорит. Ваше царское величество, Библию переводить не надо. Если народ будет знать Библию, в стране будет революция. Понятно? Я так и ахнул. А потом давай размышлять, действительно так. Люди поймут, целое столетие. Тысячу лет вели не тем путем. А главное, что это царство. Дорога к храму. Идти в храм. Там все спасение в храм. Когда священник говорит о крови Христа, он говорит о чаши. Он не говорит о Голгопе. Даже это место и то по-другому толкует. Вот кровь. Это кровь его умер за нас. Все это правильно. Но это кровь с Голгопа. Там, в чаши, как говорят, реально-то появилось. Он умер за нас. И кровь свою пролил страданием на кресте. Меня он искупил. Он жизнь отдал тебе. А чем воздал ты мне? Он вопрос задает. И поэтому Езра, это любимый мой герой. Подлинном, в всестороннем смысле. И притом один, единственный, неукоризненный. Какого бы святого не взял, за ним что-то числится. Бывает, там Исаакий копал колодцы, там ничего за ним нет, да ничего и не делал. Нет. А другое там и отца обманывал, как Иаков. Еще только не было. А за этим ничего нет. И главное, детский завет в Гиблии собрал. Вот вам небольшое вступление о том, как надо к этому подходить. Я батюшке это все расскажу, покажу. Ну, пойдем, когда сегодня... У нас завтра седьмое, день рождения Иоанна Крестителя. Поэтому накануне вечером вечернюю будет. Можем злая батюшка оставить вас, кто готовится к окрещению. И на это вот... Завтра утром, в честь этого праздника, а также завтра-то суббота, ну и субботнее богослужение и воскресное. То есть у нас четыре богослужения. Четыре. Подряд. Ну, такое не каждый месяц бывает, что мы к субботе, в воскресенье подходим. И суббота такой день, когда совершается богослужение. Так что у нас в следующей части могла быть литургия. Вопросы? Видите, простая тема. Простое имя только ему заменить. Я вам сколько рассказал? Пещерева потеку, третья, воды живой. А просто так. Ну, давай-то Александром тебя назовут или как-то. Почему, непонятно. Какой Александр, непонятно. Но если батюшка согласится, назовет тебя в крещении Ездора, то спросите только, кто Ездора. А вас будут знать. На все пять континентов поедем Ездора. Понимаете? Вот батюшка наш учился в семинарии. И кто-то скажет, а это кто сказал? Якин Лаптин. И никому не надо говорить, где, кто такой, все знают, с Алтая. Если назвать, вот у нас церковь служило четыре священника, три Михаила из них. Один молодой, с Москвы, а двое старый. Спрашивают, а кто дать из Михаила? А какой старый? А у одного были волосы, а другой лысый. А какой? Лысый. Еще и поправку вторую надо делать. Я называю, нет фантазии. Нет широты вот этой. Мужских имен 750. Это какой выбор, какой реестр. А женских 250 только. Других нет. Сегодня женскими именами, которые пользуются, не больше 30. Которые имена. А при погружении можно им менять, нет? Пока что было дало припещение. При погружении, да, можно, но должны быть причины. Ну, особой причины нет. А зачем менять? Лучше это или хуже? Если в честь святой назван, он и пусть будет так. Да. Вот храм назван был такой, можно его заменить. Но причина должна быть какая? Сказать, у нас, вот как у этих, у грузин. Кажется, 365 храмов, почти все до одного называются Георгий-Победоносец. И страна сама называется Георгия, Джоджия. Это Грузия. Страна Георгия. Они его приватизировали, Георгия этого. А католики его вообще не коммунизировали. Из списка святых вычеркнули. Там сплошь и рядом выдумки. И не получил дотворство. Это у удивительное. Это рассудок должен быть. Причина должна быть. Какая? Если никакой причины нет, батюшка скажет, а зачем тебе это? Тебя уже знают, ты святой. А ты скажешь, я хочу быть назван в честь того святого, который сегодня, на этот день. Эта причина не очень резкая. Вот нас назвали по календарю. Я 10 июня родился, и 10 июня посмотрели. Там и Накентий, и Евтихий, и Игнатий. А кто крестил, тот никогда с родителями не советовался. Они не знали до крещения. Приходят, как он выберет. А он бы назвал там Ивангел. Иванг был бы я. Но он им, этот дедушка Терентьев, он назвал меня Евтием. Вот какой порядок был. Поэтому я как-то пришел в Алтайскую правду, на Лубернская газета. И там список людей, которые на фронте были. Из редакции. Много им было. И вот интересно. Был такой-то Иван Порфильевич. Это означает отец еще до революционной. Порфильи. Дальше ушла на фронт Нина. И дальше показывает, как назвать Нина. Но отчество. Я едва-едва посчитал его отчество. Такое редкое общество. Это отчество у них. Другое. Там Василий Митрофанович. Значит, на революции Митрофан был. И все эти имена. А тут все такие вот, я называю всегда, вот в Кремле был такой военный человек, в революции отличился, Климент Епремович. Кто-то, как фамилия? Ворошилов. Ворошилов. Раньше сдавали значок Ворошилов и Сестрелов. В шеркви нету ни Климента, ни Епремович. Нету? Пожалуйста, ты про Синева. Довольно редкое имя. И про Синева. Ну, вообще из кого-то как-то может встретиться еще. Мне за всю жизнь не снизился ни один. Я в жизни ни разу никого не назвал. Игнатий, иди ко мне. Мне даже до того странно, как. А эти рядом Володя, он, Вова, Вова. Дядя Вова, мы с тобой. Видел этот фильм? Вот так. Вот Тимофея много, Лев. Тимофея много, Лев и Лешик. Ну, тоже есть. У нас в общине был Лев. А вот отец Аким, как сказали? Ай, не Аким. Даже не надо фамилию. И все знают. В семинаре, когда учился. Вот у меня старший брат Самуил. Дедушек назывался Самуил. Самуил сразу ассоциируется с поэтом. Самуил Яковлевич Маршак. Перевозчик с английского, с ирландского, в мелодии. Вот в мамины три брата ушли на фронт, погибли все. Макарий, Филарет, Эммануил. Я беру только наше где-то. Патцу у него братья был Степан, Амос, Наум. Пророческие все имена. Так это я начинаю. У Степана еще встречается. Амос и Наум. Макарий, Филарет, Эммануил. Спишь. Представь. Дальше. Игнатий, Аким, Самуил. Вот представь себе. Это восемь человек в одном гнезде, имена которых почти не встретишь. Так. Вот у Надежды Васильевны здесь живет сестра Дина. Мученица и священника. Матушка Дина. Вот у меня священник обратился. Еврей принял крещение. Православным стал. Отец Наум. Наум. Встречается где-то. Амос в ней не встретился. А вот у нас у Игоря. Барабаша Игорь. Жена Ильина. Да, Тихий Ильин. Как Наташа. Говорит. Собаку брось, Наташу попадешь. А вот старший сын у него Терентий. А младший Еремия. Смотришь. Еремия встретит. Я не знаю. Сумеешь ли ты его найти. Терентий. Сразу вспоминается. Был такой человек по сельскому хозяйству. Селекционер или Терентий Мальцев. Он прославился. Герой социалистического труда. И вот так. Не ложись. Ты дальше сидела. Все время ложишься. Далее. Личний вес уже набирать будешь. Делай. Слушай, что я говорю. Всегда на прижоге сиди. В следующий раз ты облокачиваешься. И бодрый будь. Спать хоть сколько спи. Ничего не распишешь. Господь говорит. Сон показал. А почему? Бывает так, что днем просто некогда Богу набрать. Или человек говорит. А мне некогда. Я священник. А мне некогда. А куда ты, батюшка? Да там на дому исповедовать, посещать. Да там где-то куда-то дома свящать. То есть занимается не тем, чем положено. Ему главное это благовестие. Ты освободи себя от этого. Заказные молебны. Зачем они? Они насырят этих записок. Заплатили там по столу. Я сама на базар собежала. Я не сужу. Я просто говорю как. Ну, если угодно, то я и сужу. Почему? Потому что я рассуждаю. Хотя суждение. Осуждение низкие. Рассуждение. Видите как. О имени. Договорились. Сколько всего. И вы узнали. Сколько имен. Какие имена. Как это интересно. Вот у нас Анастасия. Тетка Анастасия. Моя тетка была. Родная здесь. У Надежды Васильевны. Анастасия. Сестра родная. То есть довольно распространенная. Вот Екатерина. В деревне Углушково. Старшая дочь Екатерина. И мы ждем Екатерину Тильникову. Она хакаска приняла. Прещение. Приезжала. Хакасия. Ну, это. Такие. Чтобы вот это вот. Открыл Господь. Тебе надо быть расположенным. Я. В стране нашей. Первый. Распространенный. Это была ГУЛАГ. Солженица. Александра Исаевича. Исаев его отец был. Первый. А 10 лет раньше. Нового мира. Твардовского. И дважды насчитывал на пленку. На пленку. А второй раз уже на компьютер. Чистая запись. Архибелла была. И несмотря на это. Каждый день еще читаю. Каждый день. Подновляю память. Равных. Этой книги нету. И не было. Так. Скрыть это все. Такую. Так препарировать. Целое государство. Эпохи. С таким знанием. Вот вчера. Говорит о том. Когда Сталин делал высылку. Людей. Давали на сборы там. 15 часов. А потом стали давать 45 минут. Все. Окружают. Воинские части. Тамки. Я не выйду. Никуда. Давай. И выходили из дома. Дается 45 минут. Что с собой взять? Они не знают что взять. Ну что ты возьмешь? Сейчас я деньги припрятанные взял. А куда идешь там? И деньги не нужны может быть. Что именно взять? Она говорит. Это мне близко. Она знакомая была. Тоже рекрессирована. Мать говорит. Возьми иконы. Я еще не знал. А иконы они за стеклом. Это большой Никонасовский оклад. Я взяла. А дальше-то где будем? Землянку выкопаем. А я в окно-то вставим из иконы-то. И у нас, говорит. Ну единственное будет стекло. Это царское жилище. Стекло. А там что? Пузыри только. Если на медведя нападем. Убьем. Мощевой пузырь отнимем у него. И тогда натянем. Через него будем смотреть на белый свет. Ничего нигде не было. А охранник стоит. Который уже дом. Все запечатал. Выйти нельзя. Выходи. Все выходи. И он говорит. Ты возьми швейную машинку. Он выдал швейную машинку. А с собой взять только то, что на руках вынесешь. Кто-то там какие-то там пакушки берет. Кто-то одежу. Но никто не знает, что взять-то. И все остается. А теперь это все они изымают. Свои определенные магазины. И покупают эти охраны. Все по самой дешевой цене. Ну бесплатно. Я взял и дорогу. И люди-то едят что-то, а я еще на машинке. Но машинка эта дальше кормила всю нашу семью. Понятно? То есть надо понимать. Вот сейчас бы, допустим, был пожар. Что бы ты с собой взял? Ты сразу посмотри. В первую очередь взять гиблию. Если есть возможность. А то, может быть, и этого не было. Есть деньги, какие паспорта, домовую книгу. Вот это захватили. То трудно достается. А остальное дело на житое. И ты к этому событию подготовься. Заранее. Пожар. И она не знает, что взять. Пожар. Горит. Дом горит. И она мать мгновенно сразу рихнула с ума. Она что из-за меня стала вытаскивать? Она подбежала к пешке, галантке. Схватила эту чегунную плиту. Вытащила на улицу и все. Но она и в огне не сгорит. Плита-то. Она плита на огне. Она больше ничего не взяла. Зачем взяла? Я говорю, ты зачем ее взяла, Александра? Не знаю. Она тронулась умом. Говорит, с катушек съехала. И вот теперь вопрос идет. Что взять? А когда уходим из этой жизни, бывает, минуты Бог не дает. Все кончилось. Все. Задохнулся. Воздух не выдохнул. Упал. Сознание потерял. Вот в чем застану, в том и сужу. Итак, приготовьтесь. И вы не знаете, в который сейчас придет господин. А там будут и умелищие, и на поле работающие. То есть, разные, разные, разные. Мы говорим о том, как исходить из этой жизни. А начальник говорит о временах. Мы сейчас уходим здесь, поработаем. Дальше будет видно. Сегодня никаких больших работ делать не будем. Мы все рядом подберем территорию. Все. Вы когда, брат, думаете? У меня билет на 12-й. 12-й? Да. Просто троповый. Хорошо, хорошо. Дай зубу работу. Спина не валяй. Еще? Поднимать можешь? Могу. Можем. Мы по первому мостику ехали, где вода точечет. Там нам не было камни переместить. Листой был прорыт. И тут еще мужика три будет. И мы тогда это дело сделаем. Мы там кое-что делали. Девчонки помогали. А зачем мне, когда у меня уже три мужика? Ну и меня к мужикам можно причислить. Маленький. Вот. Так еще Сергей приедет с мужиком. Да можно переодеться дойдет. А? Я говорю, да можно переодеться дойдет. А все. Все. Сейчас вас отведут. Покажем постельку вам. Вы отдыхайте. До обеда. Даже спать не бойтесь. Ляжем просто. После лежите. Расслабьтесь. А потом и сок подойдет. Не смотрите дверь. Не открывайте комаров. Не напустите. Напустили уже? Ну нет. Днем, чтобы я в нам хлопушек. Отдельно. Крепкие. Окна не побейте только. А то у нас иногда бьют так, кажется, скамейка прогнется. Ну все у меня на этом. Поедем. Загадарить много. Давайте готовьтесь. Так. Займитесь. Что нужно? Приготавливайте. Как крещение у нас одна? Да. Так. Вы не готовы? Не готовы? Не готовы? Не готовы? А теперь крещеная все. Один, два, три. Готовьтесь хорошо. Еще когда вы будете погружаться, смотрите, ни за счет не хватаетесь. Руки сложил, вот так вот, присядь. Это под Богом стрелся. Во имя Отца, Сына и Святого. Духа. Боишься? Сколько раз купалось? Один. Что я говорю? Я не боюсь. Значит, за счет задания. Пойдите все, покупайтесь. И там потренируйтесь, как будете стадиться руками, ни за счет не хвататься. Понятно? А когда идти? Успокойся. Попозже. Еще надо потом. Уже купаться хочешь?